Сложный период у аграриев. В этом году рекордные цены установили на удобрения, пестициды и сельхозтехнику. А подушки безопасности у кого и были, иссякли после засушливых лет и роста цен на топливо. И если раньше в это время фермеры присматривали себе технику и активно закупались расходными, то в этом году на специализированных рынках гуляет ветер. Цены на удобрения в этом году словно с цепи сорвались. Азотные, калиевые, фосфорные – всё то, без чего не быть хорошему урожаю, стоит дороже, чем в прошлом стоил сам урожай. Цифры на ценниках пугают самих продавцов. Хоть и обусловлены они тенденциями на мировых рынках, но каждому понятно, что не все аграрии потянут такую покупку. Пестичиды, на так же, сахарные, 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 которые были в России, сахарные, сахарные, сахарные и сахарные. Сахарный курisst, версия. Сахарный курс, фосфорная глина и русский сантиметра но городского водолета, at Victoria선а спустил самих 1050 рублей. Цены на сельхозтехнику и запчасти к ней тоже не отстают. Мотокультиваторы незаменимы в малых агрохозяйствах. Цены кусаются, но работа в поле ждать не может. Фермеры затягивают пояса потуже и выкладывают за агрегаты последние. Я не знаю, что это нужно. Аминцы, 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 аминцы. Смотрите, три копчика надо хранить, аминцы и они еще не покупают. Это очень высокий. Мы получили 22.000 и мы должны помочь, чтобы хранить копчика. Мотокультиваторы. Это очень высокое. Наше время у них нет. Это очень высокое. Это высокое, но производство не очень удобно. Есть выбор? Ну, выхода нет, поэтому жизнь не должна останавливаться. Приходится выкручиваться, но всё равно есть необходимость покупать какие-то новые запчасти. Торговцы говорят, что покупателей в этом году в половину меньше и всё больше интересуются моделями со скидкой. Мы сейчас не нужны мои пермисы с антрециной, но я не куплю. Я не куплю, что я куплю. Я не куплю, что я куплю. Пётр Зберя из села Калибаш Кагульского района ходит по рядам, как по музею. Десять лет в фермерстве. Признаётся, представить не мог, что отрасль дойдёт до такого упадка. Мы не имеем в виду, потому что мы не имеем в виду на работу. Согласно госбюджету на этот год, объём национального фонда инвестиций в сельское хозяйство составляет полтора. миллиарда леев, половина из которых должны покрыть задолженности по субвенциям за 21-й. Оставшейся суммы не хватит на дотации этого года. В прошлом году фермеры подали 12 тысяч заявок на общую сумму в миллиард 300 миллионов леев.